приветствую вас мои хорошие начинаем новый влог хочу показать мою несчастную кожу потому что у меня раздражение от пыли я вчера залезла в кладовку в нашу у нас такая отдельная кладовая есть и начала там разбираться пылесос ну в общем как всегда там что-то меняли местами нас там висит кое-какая верхняя одежда и там же у нас стоят покрышки стали что-то там катать выкатывать пыль эта вся поднялась у меня тут же все глаза стали красные и тут же представляете меня все зачесалось зачесалось и тут же вот такие вот ну даже не прыщики какие то вот такие знаете пятнышки которые дальше никуда не идут в общем вот так у меня кожа реагирует не нравится ей пыль но в стерильном мире жить не можем поэтому теперь я лечусь не наношу сегодня ничего наверное не буду выходить на улице чтобы спиев тоже не наносить это такой раздражающий может быть фактор лишний уме не нужен поэтому сегодня будут дома хочу показать вам то что я уже засняла для вас я дам вам отзыв на аппаратик фаберлик для маникюра и вообще расскажу как я ухаживаю за своими такими вот тоненькими ноготочками слава богу уже не слоятся уже хорошо я принимала витамины какие вы видите сейчас и периодически их тоже пропиваю таким минимальным курсом а вы обязательно советуйтесь тоже с врачами кто решил принимать витамины мы заказываем их на сайте агар skin nails and hair и для меня это был такой вот вариант самый спасательный когда у меня стали быстрее расти волосы настолько что я даже часто их отрезаю теперь ну просто чтобы форма да вот была я сегодня никак не накрученная вот так выглядит у меня волосы когда они высохли я их так вот чуть-чуть как бы взбила мне такой абсолютно вариант устраивает нормально для нахождения дома начала вам дать отзыв по поводу вот этого аппаратика который предназначен для того чтобы делать маникюр значит здесь получается 5 насадок 1 уже вот здесь стоит самая большая и мягкая я попробовала две из них вот эту самую тоненькую а и здесь тоже самую маленькую значит тонкая металлическая вот это и это предназначено для того чтобы поднимать кутикулу ну и в общем подравнивать как-то ноготь я попробовала поднимать и кутикулу и у меня очень тонкие ногти и очень такая тонкая кутикула для меня это опасно как я понимаю то есть мне можно нечаянно ноготь просверлить но хотя она не так сильно крутится то есть здесь такой спокойный режим но тем не менее все равно я бы не советовал у кого такие же вот очень очень тонкие ногти с такой вот очень тонкой кутикулы которая быстро нарастает но при этом не крепкие ногти либо они слоятся либо просто вот такие же вот тоненькие как у меня значит что подходит подходит в качестве зашлифовки как ни странно вот это вот самое мягкое но в общем никак не странно все правильно она самая мягкая и она менее всего нагревается то есть ей можно довольно долго шлифовать ноготь я имею ввиду вот вокруг вот здесь вот где требуется где мы поднимаем кутикулы где возникают какие-то заусенцы и так далее но однако у меня все равно склонны к заусенцам такие вот ноготки тонкой кожи поэтому мне приходится пользоваться еще и ножницы в батареечках то есть вот сзади они вставляются вот здесь видите он раскручивается и тут все очень просто хорошо что не слишком сильно крутится главное вставить вот ровно вот эту самую штучку каждую насадку вставить ровно чтобы она не вот так стояла кое-как и болталась да именно была до конца вставлена вот так глубоко и ровно сейчас хочу показать вам то что я еще использую иногда использую иногда нет для маникюра возможно кому-то у кого такие же ногти как у меня это пригодится если очень сильно наросла кутикула вот прям далеко далеко вот сюда у меня это бывает то я использую вот такие вот кутикель гели в принципе они живут долго и с ними проблем никаких нет потому что это кислоты по сути слабые они немножко как бы растворяют кутикулу и тогда я могу ее вот таким вот ой образом сейчас у меня еще свежий лак не буду показывать на ногте вот таким вот образом отодвинуть вот этой палочкой сейчас хочу купить новую у меня была вот такая вот видите я ее мой регулярный у меня ручка слезла но это была какая-то профессиональная линеечка я никак не могу найти похожую но скорее всего просто плохо плохо еще или мало было времени в общем часто я использую эту лопаточку даже просто на сухой ноготь то есть и так хорошо отодвигается и хорошо очищается от ногтя естественно использую ножнички для того чтобы убрать какие-то заусенцы щипчиками мне даже страшно орудовать самой если только мастер мне делает вот тогда он использует чипчик иногда вот такие вот палочки для того чтобы отодвинуть кутикулу но они более колючие то есть иногда неприятные у меня ощущения потому что вот тоненькие такие ноготки да и очень чувствительная кожа вокруг поэтому я редко их использую иногда даже знаете оборачиваю ватку вот до такой степени я ощущаю все нажатия на ногтевую пластину именно по этой причине я стараюсь не использовать никакие жесткие пилочки металлические и вообще мне мурашки начинают бегать если пилить железом а ноготь в общем нехорошо поэтому я вот такого вот плана приобретаю мягкие пилочки и они не крупно абразивные и они для меня лучше всего подходят потому что ноготки тоненькие и если крупным абразивом подпиливать то получается что они начинают очень сильно махриться и тут вопрос в том что я вот видите пила витамины слава богу не слоятся слава богу крепче они уже не будут это генетически так заложено что не бывает вот в нашей семье не бывает ни у кого еще не было я не помню таких знаете когтей как у животного дикого я была бы рада может быть вот но к сожалению нет таких но вот это все что я могу отрастить дальше они уже начинают у меня ломаться если очень сильно как-то знаете запачкана пластина возможно я красила волосы и некогда не хочется делать что-то такое о чем я вам говорила смешивать соду лимон и так далее то есть у меня есть вот такая вот пилинг с каткой я просто вычищаю ногти таким образом можно и ручки такие сделать более гладкие пальчики и кутикулу немножечко она истончается то которую вы уже отодвинули но тут опять же тут в этом экспресс маникюре есть кислоты поэтому если у вас какие-то травмированные ноготочки где-то вот здесь есть неаккуратные срезы то вам не понравится ощущение то есть будет пощипывать но в принципе если аккуратненько то нормально можно отбелить вот таким образом ногтевую пластину далее на сухой обработанный ноготь я иногда наношу иногда не наношу вот такое средство это проникающий укрепитель для ногтей от мавала ранее когда очень сильно слоились прям так расслаивались ногти я его чаще использовала ну а сейчас иногда использую но вот видите уже половинка у меня ушла есть еще запас но будьте аккуратны это все формальдегиды если очень глубоко проникает и много нальете прямо на ноготь будете ощущать как будто вы знаете боль такую то есть вообще с этими вот средствами укрепителями аккуратнее не переливайте его нужно носить исключительно на кончик малюсенькую капельку ну и затем наношу какой-то из лаков в основном это нюдовые оттенки все яркие цвета я отдала подарила мамочки кому-то еще кто хотел забрать и у меня осталось вот такое вот покрытие сейчас она у меня как раз таки на руках вы видите что он имеет такой вот немножко розоватый оттенок мне нравится как выглядит и она чуть дольше держится чем все остальные но вот в частности лаки у меня все слетают очень быстро какие бы я дорогие не пробовала и dior и шанель у меня улетают одинаково за один день как и пинк-ап и катрис так что мне на лаках в общем то можно и сэкономить в моем случае если я наношу лак то я использую вот такое покрытие то есть в качестве покрытия его первого а далее наношу какую-то еще сушку меня вот такая вот сушка только раз он удобно тем что есть распылитель но неудобно тем что если вы слишком много пшикнули и тот цветной лак она может даже разъесть потому что все вот такого плана средства работают на истончение слоя лака как бы они его слегка подрастворяют и и он тем самым быстрее сохнет то есть это не какое-то волшебство все на самом деле очень просто мне муж объяснил я сказала а вот почему меня лак цветной стал полосатым сказал да только чуть-чуть можно брызгать и также есть еще вот такое средство у меня вот его мозаик его сейчас любят всей показывают все и кстати его мне посоветовали вы и я три или четыре раза уже им воспользовалась и мне очень понравился эффект то есть она дает дополнительное верхнее как бы покрытие и вместе с тем очень очень быстро помогает высохнуть тому покрытию которое вы уже нанесли также я всегда обязательно использую масло для кутикулы масло для кутикулы по-прежнему использую элькоразон я заказывала вот целый набор таких средств различных с их сайта есть вот такой вот бренд чтобы вы знали есть и действительно там очень бюджетное хорошее средство и вот такой вот маслица вообще вот такие вот закрепители там есть и лаки вот в таком промышленном объеме то есть для косметологов и по очень выгодной цене то есть вы можете что-то в районе 200 рублей по моему или 300 вот такую кадушку купить она у меня уже наверное года три я никак не могу использовать то есть на самом деле очень приятное масло вот сейчас уже у меня начинает подсыхать кутикулы представляете хотя недавно сделала маникюр то есть я прям вот так обильно обильно наношу и потом отдаю слегка впитаться или вот так втираю и я уже его не убираю у меня настолько сухая кожа рук что мне нравится даже когда это маслица остается но естественно я стараюсь просто ничего не трогать в этот момент чтобы пятна масляные не наставить на смену тем средством которые у меня может быть закончится или просто я хочу что-то поменять есть вот такой совсем прозрачный как я понимаю покрытие но такое чуть-чуть с белым каким-то отливом и тоже масло это от его лайн 8 в одном профессионал серия не знаю как работает пока не пробовала пока она у меня лежит в запасах какой-то знаете было по моему распродажи я решила купить то ли в магнит косметик но где-то совсем прям какой-то смешной цене не решила что лишним не будет сейчас наверное буду вот эту баночку с маслом с собой носить сумочки просто для того чтобы в течение дня делать свои ноготочки более аккуратными чтобы питать кутикулу также у меня есть вот такой вот набор от pink up это гель который сохнет под лампой а здесь сам закрепитель здесь основа и здесь один цвет точнее здесь по моему да здесь две основы 1 с липким слоем 2 нет и цвет такой вот медовый я попробовала уже один раз у меня вообще-то на гель-лак случилась аллергия поэтому я больше его не пробовала но вот на этот вроде бы не было и я буду еще тестировать у меня есть маленькая лампа в общем пока эти средства у меня живут снова скоро надеюсь осмелятся сделать себе маникюр ну и средства для снятия лака то которая мне больше всего подходит не выдирают мне ногти с корнем ну то есть я имею ввиду у меня нет никакого раздражения не истончаются от этого ногти средства это стали ханса для чувствительных ногтей для тонкой кожи возможно вам она тоже понравится подойдет как и сейчас жду должны привести кое-какие продукты я уже на сегодня поскольку дома никуда не выхожу работаю дома занимаясь тем дома заказала с доставкой на дома обычно приобретаю все самое тяжелое картофель соки молоко и сока молоко заказываем много я не пью такой сок но все мои домашние любят муж просто так молоко не пьет но все остальное есть с огромным удовольствием так что мы много заказываем ну и не часто просто ставим и потом используем долго-долго хочу спросить у вас кто использует сахарозаменитель есть ли такой который не имеет вот этого противного такого горьковатого вкуса мне ужасно не нравится ни один сахарозаменитель я везде пробовала где только можно и в различных офисах которых я довольно часто бываю когда преподаю работаю с персоналом знаете там все время почему то есть она видимо есть люди которые принимают принимают пьют сахарозаменитель вместо сахара и все время во всех офисах стоят разные я уже таким образом перепробовала просто массу всего а себе даже решил пока ничего не покупать просто потому что мне даже знаете такой вот стевия вкус дает слегка горьковатый то есть он меняет у меня вкус напитка но я так чувствую по крайней мере напишите мне если вы нашли такой который не противный я с удовольствием прикуплю его попробовать потому что ну я мало вообще использую сахар я только в кофе кладу сахар и в кашу чуть-чуть буквально и все больше я его нигде не использую просто так я его не ем особенно как-то часто десерты я не готовлю хотя у меня есть одна идея все-таки что-то вместе с вами приготовить по приложению о котором я вам рассказывала недавно апельсины заказываю и для сока и обычные просто едим мы часто режу их для всех на утро на завтрак чтобы не забывали есть свежие цитрусовые понравились нам израильские вот такие вот мандаринки я уже вам не раз их показывала и они мягкие у них внутри нет практически косточек они быстро чистятся очень сочные и вкусные молочные какие-то йогурты а для дочки мы заказываем морской капусту она тоже любит и в этот раз я заказала индия лайт такие вот порезанные кусочки индейки все вообще любим очень очень индейку и вот такие вот штуки я отбиваю и жарю вместе с горчицей который тоже заказала кто не пробовал обязательно попробуйте то есть вы просто отбиваете слегка потому что мясо и так довольно мягкая тонкая присаливаете и используйте ну те специи которые вам нравятся сверху обмазывайте густо горчицы у вас будет такая вкусная корочка сверху горчица после жарки становится не горькой не острый смешное название печенье все очень быстро слопали потому что там такое количество в нем сухофруктов она настолько вкусная для меня сладковато я как много его съесть не могу но может она и хорошо называется она затяжное вот такое забавное название если видите берите мини плюшки с сахаром такое смешное название но в общем это ушки которые мы так называли раньше вот теперь они мини плюшки вкусные очень такой нежные воздушное печенье я думаю понравится многим готовила сегодня щи как-то прям так знаете соскучила и захотелось почему нами такой редко бывает но все с удовольствием съели вы мне ответили в инстаграм я вам показывала что точно так же готовится очень просто но при этом не добавлять практически никаких специй исключительно может быть там лавровый листик и свежую зелень продолжаю собирать информацию о том кто что добавляет вот такие традиционные супчики щи борщи вообще какие специи хочу найти свой рецепт интересная лощи заранее с вечера потому что нам нравятся щи которые чуть-чуть постояли я думаю наверное многие так любят вот сейчас они уже практически готовы пережариваю все ингредиенты кроме картофеля то есть на морковочку лук и капусту и я добавляю в качестве приправы немножко гвоздики немножко перца такого вот ну которые можно вынуть потому что у нас не все едят перец и добавляю семена укропа мне очень нравится укроп и об особенности в сочетании с какими-то блюдами вот из капусты получается очень очень вкусно у меня такой деревенский обед получился сегодня прелесть со свежей зеленью очень-очень вкусно и салатик такой я кстати иногда так делаю овощи и вместе с супом ем ты чего в эту косточку так вцепился ну вкусно ищи то там капуста ну в общем логично до жареная капуста а ты не знал что там капуста должна быть щах должна ложка ложь стоять должны да и все так что ты там говорил где там на телевидении входа какие это что значит значит закончились входа входы входы и выходы это у здания а там в матрице входа это что точно говорю бедные русский язык ну кабеля же вот это вообще ужасное слово то не кабеля да ты что так говорят серьезно да поэтому входа и кабеля какой кошмар ты будешь делать и входа и кабеля открываю тебе страшную тайну русской языке уж уж ладно мы кушать профессиональная лексика да приятного аппетита и я буду с вами прощаться потому что уже даже и глазкам тяжело долго смотреть на яркий свет я хотя видите закрыла все но все равно яркий свет сейчас вообще все закрою чтобы глазки отдыхали и закапаю какие-то увлажняющие капельки а вам всем желаю прекрасного дня желаю вам удачи и будьте благодарны за то что имеете пока удачи а